Аплодисменты 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 И все хорошо. И вдруг, в конце, вот как выглядит человек за мусоренным организмом. Вот смотрите, вот вижу молодого человека, выходим. Нормальные руки, ноги, пиджак и вот такое вот. Несет впереди себя. И доктор, который сказал, если бы эти женщины, онколог, которые ко мне приходят на удаление груди, 15 лет назад занялись бы своей гигиеной, здоровьем, они бы никогда ко мне не попали. Ребята, почему русский человек так устроен, а? Не то, что пока гром, а пока дубиной побалде, ничего делать не буду. Очищение регулярное. Это профилактика. Профилактика, это не значит, что я был вчера такой, стал сегодня такой. Профилактика, это значит, что если бы я увидел, какой я могу стать без нее, так я бы ее просто из рук не выпускал. Заходит этот мужчина, он говорит, ну что, как вы себя чувствуете? Да все нормально, ничего, я здоров. Только голова болит, горлышко першит, там, утомился немножко, да, ну а так вообще ничего. Говорит, хотите лучше себя чувствовать? Запишите вопрос. Ты хочешь жить лучше? Ты хочешь чувствовать себя лучше? Если да, нам есть о чем поговорить. Это говорит, да, ну в общем-то ничего. И тут он достает вот такой угол для пункции. Да, знаете, вот, взрыв. А я сижу далеко, и я не... Мне понадобилось 15 секунд, прежде чем понять, что он взорвал шарик. Вы представляете, как я подпрыгнула? В каком ужасе? Он говорит, ну как? Ой, говорит, так хорошо. И сердце не блин, вы же не жаловались. А вы же не спрашивали? И, говорит, и зрение у меня стало лучше, и энергия у меня стала больше. Вот так можно объяснить человеку, к чему он приходит, если он мусорится, и к чему он может прийти, если он займется собой. Этот бизнес веселый, этот бизнес интересный, а главное, максимально эффективный. Больше всего, чего я люблю, по головаде. Я не могу вам поклясться в точность этой статистики. Наверное, уже больше. Лесколько лет назад считала. Больше 20 тысяч семей с хроническим бесплодием. Леченые всеми видами и методами. Где появились? Здоровые дети. Бесплодие от двух до двадцати лет. Здоровые дети. Что еще нужно? Вы же понимаете, я не жду, когда начнутся проблемы. Я бабушку трех внук. У меня третья внук. Да-да, я бабушка, мне 60 лет в следующем году, чтобы знали. И энергии у меня, и времени, и возможностей для радости, семьи, для жизни, для развития, для всего. Это я вам только что про бизнес рассказала. Результат его. АПЛОДИСМЕНТЫ И еще один результат по продукту. Мой любимый результат по бизнесу – это возможность путешествовать по разным странам. И везде же люди. И везде же разговаривают. Приехал в ЮАР. Дворец. Хрустальный. На берегу искусственного водопада, впадающий в искусственное море с волной в два метра. Это в жерли высокшего вулкана построили пальмы, привезли в джунгли. Красота неимоверная. Везде скульптуры животных. И даже на спинке стульев. И роспись необыкновенная. Сижу, жду. Номер готовит. Одна. Мужчина заходит. Один. Пустое кафе. Но люди. Я вам сказала, не одна. Железка не заменит человека. Люди хотят общаться. А вы откуда, вы откуда? А я из ЮАР, а я с Украиной. А вы чем занимаетесь? А у меня, говорит, я пенсионер. У меня производство 27 стран поставляет тяжелое оборудование. Я сыну передам. У меня калькулятор говорит, мама моя дорогая, сижу с миллионером и как-то нормально сижу. А вы чем занимаетесь? А я говорю, а я меняю воду. У меня карманный фильтр. Делает воду, живой здоровый. Он говорит, что за фильтр? Дайте почитать. Там же по-английски. Я говорю, а здесь, что сегодня делаете? Говорит, каждую неделю жену вожу в казино. Я понимаю, что мужик скучает. Он говорит, так что? У вас вот это вот... Это что, серьезно? А вы знаете, какая у нас плохая вода во всей Африке? Вы знаете, какая вода? Вы что, приехали бизнес открывать? Я хочу быть вашим эксклюзивным дистрибьютором на всю Южную Африку. А здоровье. Представьте себе, что вам оставили наследство. Кому-то больше, кому-то меньше. Вон, сто тысяч долларов. И на радостях, что деньги есть, пошли вы их тратить. И путешествовать, и покупать, и что надо, и что не надо тратить. Ну, кто более разумный, немножко дольше. Кто более жизнерадостный, быстрее. Назад же ничего не кладем. Мы же только используем. Деньги закончились. Здоровье – это то наследство, которое вы получили от родителей. Больше или меньше. Но если вы не вкладываете в банк ничего. Откуда взяться проценты, когда налево и направо? Коралловый клуб – это те проценты, которые… Это те вклады, инвестиции, которые вы можете внести для того, чтобы всю жизнь прожить радостным, веселым и энергичным. В последнем продукте – Шотландия. Фантастическая страна. Верхняя Шотландия. Горы, озера, водопады – сказочные. Эшли – дистрибьютор. Диск-джокей. У них маленькие поселения, и в каждом поселении там какая-нибудь сватба, дни рождения устраивается. Очень серьезная работа. Я думала раньше, что дист-джокей – это для молодых оторванных. Что вы, что вы? Можешь уже под 50-го дист-джокей серьезный. Ну, надо же праздновать. Они нормально относятся к праздникам. Это регулярно. Был у меня в Одессе, приезжаю. Эшли, как ты выглядишь? Да, Марина, минус 27 килограмм. Посмотри, какой я. Я вот так, я вот так вот. Смотри, какой я классный. Я говорю, ну, классный продукт. Он говорит, да, продукт сказочный. У меня собака, любимая, 12 лет, уже прям ноги еле волочила. Два белурона пропила, скачет, как девочка. У нас в руках сокровища. Не надо думать, что если вы не врач, вы не имеете права. Поднимите руки, кто знает, сколько дыхательных движений делает каждую минуту. Боже, что же вас так мало, как все остальные дышат? Я не понимаю. Сколько инсулина вырабатывает поджелудочная железа утром, когда вы пили чай? Кто знает? Поднимите руки. Кто посчитал? Раз, два, три, четыре, пять. Остальные вообще должны уже помереть. Без контроля. А на самом деле в нас встроена система контроля. И долгожительство. И она работает лучше, чем мы себе можем представить. И нельзя ее лекарствами улучшить ее работу. Но ей нужно создать условия. Вода, чистота. Убрать всех врагов. И накормить до достаточного материала, чтобы она могла сама себя воспроизводить. Все. И это все есть в Крыловом клубе. У нас еще так много, что я даже не начинаю. Бизнес. Бизнес. Вот для новичков. Ребята, что надо делать? Откуда миллионы берутся? Прямо никак не пойму. Шаг номер один. Ем сам. И не ради денег, а не потому что заставили. И там, сколько, сколько надо? Сорок баллов. А, а, что вы. Шестьдесят. Это нагрузка. Столько, сколько хочешь есть. Сколько нужно твоему ребенку? Сколько нужно твоим родителям? Денег нет. Планируйте, мои дорогие. Что в этом месяце, что в следующем. Личные объемы. Для себя. А почему важно? А потому что Зина Деревьева первый раз приехала. Компанию не хочу. Продукт не буду. Ничего не хочу. Я говорю, не надо. Я тебя так люблю. Я тебя люблю и так. Но есть женщины, которые хотят похудеть, постройнеть, привести кожу в порядок. Но они ищут меня и их. Ну отдай кассету. Вы чувствуете, какая я древняя? Уже никто такими технологиями не работает давно. Семнадцать лет назад. Отдает кассету. На следующий день Зина. Нам то, что она рассказывает три штуки. Она не видела. Она говорит, ой, в дверь звонят. Положила трубку, набирает. Марина, что это? Что там есть? Как это делать? Сколько это стоит? Сколько там моих? Твоих семьдесят пять долларов. В розницу продавала. Она говорит, что за две минуты? Семьдесят пять я не буду работать, я буду кассеты расставать. Но через три недели они позвонили и сказали, Зина, еще пять. Она говорит, зачем? Она уже посмотрела раз в полгода. Говорит, слушай, у меня такие результаты. У меня такие результаты, что мне не дают проходы на работе. Зачем мы пьем продукт? Для себя. Но это база основы бизнеса. Меняются глаза, меняется энергия, меняется кожа, меняется желание жить. Вторая часть. Кто хочет зарабатывать десять тысяч долларов в месяц? Поднимите руки, чтобы я на вас так посмотрела. Кто не против? Знаешь, если бы меня спросили, Марина Яковлевна, хотите научу, как десять тысяч долларов зарабатывать вместе? Да не дай бог, вы что с ума сошли? Кораллурглуп позволяет гораздо больше. Что ж такие мелочи, да? Но до этого надо дойти, этот этап надо пройти. У нас просто поэтапно. Но что такое десять тысяч долларов? Вы все взрослые люди, десять процентов от товарооборота. Какой товарооборот нужно создать? Сто тысяч. Сто тысяч, действительно. И каждый покупает в среднем плюс-минус на сто долларов. Так сколько надо клиентов? Тысяча. Сколько-сколько? Еще раз, сколько? Тысяча клиентов. Ни в чем себе не отказываете. Так кто хочет десять тысяч долларов? Ни в чем себе не отказываете. С утра до вечера. Ты-ты-ты-ты-ты-ты. И в месяц тысяча клиентов. Что не хочется? Хочется. Теоретически сказала, любимая женщина. Так хочу, но не буду. Сейчас прохочу поговорим. Но есть возможность умнее, умнее. Найди пять партнеров. И научи каждого, как найти пять партнеров, которые для себя, для соседей, для друзей, для знакомых. Нету знакомых, научим, как и с незнакомыми. Это не обязательно. Всего-то навсего. Тридцать в месяц. Один в день. Ради одного. Три-пять встреч провести. И все. Да, на это уйдет какое-то время. Но. Партнеры. Это и есть бизнес. Продажи. Это заработок. А партнеры и их развитие. Это прибыль. Это бизнес. Чувствуете разницу? Потому что продавец, если хожу и стучу, то у меня заработок. Пока хожу, заработок есть. А партнеры, это мы вместе создаем обучаемую группу людей, которые поняли и ходят на... Знают, где взять. В Англии хорошо. В Англии на склад ходить не надо. Это я вам сегодня вечером расскажу. Сидишь в кафе, телефон открыл, раз, раз. Мечта. Новые технологии и компания позволяют нам бизнес. Три вещи. Себе, группа, партнеры и развитие партнеров. Кто хочет из вас знать секрет миллионера? Поднимите руки. Еще и сказать надо. Поднимите руки, еще не все понятны. Может, это выйдет даром скажу? Не скажу. Ой, ребята, до 300 долларов нахлопали. С ума сошли. Миллион. АПЛОДИСМЕНТЫ Чтобы что-то заработать, надо встать. Секрет миллионера. АПЛОДИСМЕНТЫ Живые. На салфетке. Через год от начала работы. Через полгода. Мы так пахали, мы так работали. Мы не пахали, мы так бежали. Что очень быстро. Стали зарабатывать деньги. 800 тысяч. На третий месяц работы. 3,5 тысячи. И в качестве награды Леонид Августович, президент, приехал с Рольфом Эриксоном, который открыл всему миру Коралл Майя. История отдельная. И с ним был еще один человек, миллионер в сетевом бизнесе. Я говорю, слушай, Бог, ты миллионер, я тоже хочу научить. Он взял салфетку и нарисовал. Волшебная тайна. Волшебная секрета. Знаете, почему волшебный? А 100% работают. Он сказал, найди. Найди, отбери, проси разных, но отбери 10. Трудолюбивых, амбициозных, обучаемых. Если пришел, сказал, я все знаю, только не летаю. Пусти птичка. Придешь через два года, все лицо как добинул в шишках. Будем разговаривать. А если хочешь сегодня и сейчас, давай, есть наставники. Есть школы, есть системы. Итак, обучаемых людей со схожими ценностями. Потом мне говорят, Марина Яковлевна, гопейте. Она как любит деньги, мать родную продаст. Я говорю, ага, сначала мать, потом тебя. Ребят, нам нужны не все. Второе. Он сказал, покажи. Нет. Научи, покажи и пройди с ними от трех до пяти лет. А чего покажи? А чего научи? Как продукт пить? Как с людьми разговаривать? Как бизнес предлагать? Как партнеров создавать условия. Ребят, я не могу из вас сделать гений. Вы уже гений и есть. Надо только создать условия, чтобы вы проявились. Больше ничего. Три-пять лет. И дальше фраза для вас. Вот когда они будут получать по сто тысяч, все десять, у тебя будет миллион. Вот это, я тоже так сидела. Приблизительно так же, как и вы. Тоже мне объяснил, когда эти сто тысяч, когда это что. А потом сообразил. Понимаете, видно, потому что я никогда в глаза не видела столько денег. Я запомнила главное, когда они. И вот когда первые лидеры карао-клуба в моей первой линии стали зарабатывать по десять тысяч, как-то очень мелко. Я взяла и на год умножила. И получилось сто двадцать. Посмотрела на свой чек. Правда. Четверть миллиона. Появился третий, поняла. Неправда. Больше. Потому что они-то же не застряли. Да у вас на работе. Потолок, все. Выше не прыгну. Начальство не даст. А здесь. Хочешь прыгать? Прыгай. Не, тебе лень. Прыгать мелко? Прыгай крупно. Давай. Может. Может. Бесконечные возможности. Вот это секрет миллионера. Подменить руки, кто понял, что надо искать партнеров. Классных, веселых, азартов. Ну, я вас люблю. Остальное. Сам бью, с партнером бью. Дальше двигаемся туда же. Так почему же одни побеждают, а другие нет? Я так долго об этом думаю. Я много об этом думала. И вдруг поняла. Знаете, как называется наша профессия? Мы люди, которые открываем дверь в будущее. Удивительно. Вот сижу здесь и не вижу. Вместо будущего смотрю в телевизор. А там радости с утра до вечера. А я человек, который говорит, подожди, закрой. Как в Кембридже. Нет там телевизора. Давай возьмем доску. Давай я тебе нарисую. Давай подумаем, о чем ты хочешь. В Челябинске приехала. Кто что хочет? Квартиру. Хочу. А ну кто квартиру хочет? Поднимите руки. Кто хочет поменять квартиру? Или детям? Или себе? Или Рашири? Вопрос. А чего вы до сих пор сидите? Ну если хочешь. А поднимите руки. А кто узнал, сколько она стоит в том районе, где вы хотите? Что-то вас меньше. Да? В Челябинске чудная женщина. Квартиру хочу. Я говорю, какую? Говорит, хорошую. Я говорю, вы мне параметры опишите. Двух, трех, четырех. Она говорит, двух мало, трех дорого. Я говорю, так это же мечта. Она говорит, не, ну как-то, конечно, хочется трех, но двух же дорого. Я говорю, мечта без ограничений. Можно. Но остановились на трехкомнатной. Я говорю, в каком районе? А она в шоке. Говорит, а что можно? Ребята, вот очень многие так и мечтают. Так и мечтают. Не рассматривают. Ребята, поднимите руки. Кто хочет новую квартиру или дом, поднимите еще раз. Что вы сделали на сегодняшний день для этого? Вы написали дату, когда вы его купите. Вы посчитали, узнали у риэлтора, сколько стоит. Вы узнали в другом районе, ближе, рядом. Может быть, есть дешевле. Вы посмотрели, вы пошли, вы сфотографировали, вы на стену. Мужчина приходит домой, вот после такого. Говорит, а, буду миллионером. Она говорит, ну, рассказывай, рассказывай, рассказывай. А он говорит, буду ездить на Феррари на красном. Рассказывай, рассказывай. А он и на Феррари, на зеркало, и в ванную, и в туалет. И тут она снимает, он надевает. И пропадает куда-то, неизвестно где, шатается по ночам, и денег нет. И месяц, два и три, и нет. Я уж не помню, сколько там в этой истории прошло. Года два, три. Но однажды на улице раздается. И подъезжай. На красном. На Ягуаре. Да выходит, да не торопясь. Да дверку слегка. Да. Ох. Все в оседии, конечно, выпали. За окон. А он не торопясь. Знаете, под артом стрелом. Абсолютно взглядом. Идет. Домой заходит, руки помыть. На зеркале шума. Вот это называется визуализация. Ребята, когда я спрашиваю, о чем мечтаете, это вообще тупиковый вопрос. Я говорю, ну ладно, что хочешь. Хочу машину, квартиру, зарплату и путешествовать. Я пришла в королевый клуб. Не заниматься медициной. Сразу говорю, я врач высшей категории, шестью специальностями. Я не пришла лечить людей. Я просто увидела разумный продукт. Но пришла я сюда зарабатывать деньги. Я пришла сюда изменить жизнь моей семьи. Я пришла за свободой. Но это все большие красивые слова. А цель была конкретная сейчас. Мы жили в однокомнатной квартире. С кухней в четыре квадратных метра. Мама, шестьдесят лет. Дочка, четырнадцать. И я. Вот я знаю, что такое ходить. Вот я знаю, что такое страсть. Вот я знаю, что такое не есть, не пить, не спать. И только думаем, боже, где же. А еще и перестройка. В стране кризис. Было четыре работы, забрали три. Осталось на ставку. Платят три четвертых. Причем все как положено. Денег нет, и страшно. И все. Основная масса присела в перепуге. А я поняла, что если я сейчас так присаду, меня и вынесут. Надо что-то делать. Именно сейчас. Тот, кто начинает кризис, всегда побеждает. Потому что народ берет паузу. Народ. Вот когда всем станет легче, вот тогда я пойду. Сейчас. Сейчас. Сегодня. Сейчас. Я так хотела создать условия, что мне было все равно, кто сказал нет. Они смеялись. Они крутили пальцем у виска. Они говорили, я ненормальная. Ты мне не поможешь сегодня. Ты мне не подходишь. У меня нет жизни. Я не могу ждать, пока ты умнеешь. Или пока тебя привалит какая-нибудь болезнь. Или когда у тебя закончатся последние деньги. Я не могу. Это моя жизнь. Я не буду ждать. Я буду жить так, как я хочу. И сколько бы это ни понадобилось усилий. Ни черта не знаю. Тут недавно с дистрибьютором говорит. Мне знаний не хватает. У меня времени не имеет. У меня так занят зарабатыванием мелких денег, что на большую судьбу у меня времени нет. А я точно знала, чего я хотела. Я даже видела, какую квартиру. Я точно знала, что там будет кабинет, что будет для мамы, для дочки. И что будут друзья. Им нужна большая квартира. Через два с половиной года. И я въехала в эту квартиру. Вопрос. Ответьте себе честно. Вот Ольга Алексеевна задавала вам вопрос. Ответьте себе честно. Есть ли у вас то, ради чего вам будет наплевать, кто о вас скажет, что вы не такой. Что это не для вас и не подходит. Есть ли у вас это? И если... Ой, я путешествовать хочу. Хочу. Это в прошлом году мы не ехали в Лондон. В этом году мы не поедем в Париж. Хочешь ли ты настолько, чтобы заранее? Ой. Ну не было возможности попасть на конференцию, ну совсем нет. Уже и поздно. И я не знала. И да, бывает такое. Но это наша задача рассказать. Есть шанс, есть возможность. Это я работаю так. Это лидеры работают так. Это вы так. Ну что вы говорите? Ты должен заплатить деньги. Тьфу. Сколько стоит билет? Сюда. А. Сколько стоит билет? А что такое? Вы все не платили, что ли? Не поняла. Четыре тысячи. Сколько стоит билет в театр? Пятьсот рублей. Вы приглашаете людей не на один спектакль. На два дня. Нон-стопом. Спектакль о твоей жизни. О твоем будущем. Вот куда. И это стоит дешевле, чем билеты в театр. Вот куда я тебя приглашаю. Приди, посмотри, каким ты будешь. Каким ты будешь через год, через два, через три. Послушай. Эти люди. Вот там отрывочки. Тут фильмы. Уже были. И в Египте, и в Тунисе, и в Турции. И уже и на Шри-Ланке, и где они только не были. И в Венгрии. И во всех... Это другая жизнь. И каждый раз встречаемся, обнимаемся. Любимые, друзья, здрасте, соскучились. Кто побеждает в этом бизнесе? Не тот, у кого высшее образование. И оно не мешает никому, слава Богу. Не тот, у кого большие долги или много денег. В этом бизнесе побеждает тот, у кого есть истинное страстное желание. А если у вас его почему-то не хватает, откройте чистый лист в своем сознании. И посмотрите на ту жизнь, которую вы хотите. Кто с вами рядом будет? О чем вы будете говорить? Куда вы вместе поедете? В какие магазины вы зайдете? Скажете мне вот это, вот это, вот это и вообще весь список. Или наоборот, зайдете и скажете, все у вас классно. Да не надо мне в этом счастье. Подумайте, какую жизнь вы хотите жить и готовы ли вы за нее заплатить. Потому что потихоньку. Это ответ, за который мне хочется расстрелять всех. Как дела? Потихоньку. Ну все, покойник. Потому что тот, кто жив, говорит, ой, 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 Марина Яковлевна, Марина Яковлевна, мы хотим выступить в Польше. Потому что Костя стал мастером. В апреле приехал в Киев, стоит на сцене и говорит, дом сгорел. Богатый человек. Дом, машина, квартира. Дом сгорел. Но этот бизнес мне нравится, я вижу с ней, в нем будущее. Я встану. У меня две тысячи знакомых в Италии. Марина Яковлевна, можно к вам домой приеду? Вообще-то не очень приличная просьба, правда? Но если вам очень надо, конечно, можно. Вот если говорят, ой, могу приехать, не приехать. Нет, не можешь. Потому что не приедешь. А если очень надо, конечно, приезжай. И в Италию. И по всей Италии две недели. Раз, два, три, четыре, пять. А потом еще разочек. Раз, два, три, четыре, пять. С апреля по первое июля. Мастер. Мастер. Это очень надо. Это очень хочется. А у него в Италии чудесный парень. Красавец, два метра. Начальник цеха. Зарплатой, которая многим не снилась, две с половиной тысячи евро. Только дышит он пылью и знает. Цементный, что чем это закончится. И он сначала, и да, и нет. Ну как я? Типа, идея хорошая, но не я. Но у нас же опыт уже есть, и терпение есть. И поговорили о жизни. И сегодня уже и зубрудный директор. И глаза горят. И все. И вся Италия. Вся Италия будет моим. Вот это бизнес. Все остальное. Это частичная занятость. Частичная занятость. Обеспечивают скидку на продукт. Можно теперь задать вам вопрос? А кто из вас хочет в бизнес? Домите руки. Если не готовы, не страшно. Я же не обижусь. Я просто хочу понимать, кто в бизнес, кто в скорость. Ребята, у вас сумасшедшая возможность. Сегодня Коралловый клуб. Это компания, которая... Ребята,